а всем привет дорогие мои друзья с вами снова я алексей василенко и добро пожаловать на мой канал домашней мини фермы кобеляцька перепилочка тема сегодняшнего видео перепелиные яйца спасают от радиации поехали и сразу давайте чтобы я себя защитил от радиации выпьем перепелиное яйцо вкусно радиацию невозможно увидеть услышать или почувствовать но при этом она находится вокруг нас и постоянно на нас воздействует 60 процентов от всей приобретенной дозы радиации человек получает под вдыхание радиоактивного газа радона радон это инертный газ без цвета и запаха который постоянно присутствует в окружающем нас воздухе даже сейчас при просмотре данного видеоролика вы вдыхаете газ радон и где бы вы ни находились он есть везде только представьте себе 60 процентов это более половины от всех доз которые мы получаем от источников ионизирующую излучение таких как техногенные аварии атомные станции ядерные испытания солнечная космическая и естественная радиация вместе взятые газ радон при комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов и может предоставлять опасность для здоровья и жизни человека наиболее долго живущим из четырех природных изотопов радона является радон 222 с периодом полураспада 3,8 суток в природе он возникает при радиоактивном распаде материнских ядер таких как уран-235 уран-238 и торик-232 в виду химической инертности радон относительно легко попадает в подземные воды в природные газы и воздух через земные разломы и трещины концентрация радона в воздухе зависит в первую очередь от геологической обстановки местности например гранитные камни в которых много урана являются активным источником радона поскольку радон выходит из-под земли то над поверхностью морей и океанов его очень мало также зависит от погоды во время дощей или плотного снежного покрова концентрация газа в воздухе значительно снижается а перед землетрясением наоборот повышается радиоактивность радона в большом количестве вызывает его флюоресценции газообразные жидкий радон флюоресцирует голубым светом у твердого радона при охлаждении до азотных температур цвет флюоресценции становится сперва желтым затем красно-оранжевым цвет свечения в газовом разряде у радона синий однако из-за отсутствия стабильных изотопов применение его в газосветильных приборах невозможно плотность радона при нормальных условиях составляет 9,73 килограмм на метр кубический что примерно в семь с половиной раз больше плотности воздуха газ радон часто скапливается в подземных подвальных помещениях но измерения не всегда подтверждают сложившийся вывод о том что в подвальных помещениях и на нижних этажах зданий радон скапливается в больших концентрациях чем на верхних попадая в организм человека он способствует возникновению раку легких поскольку вся энергия альфа частиц поглощается практически моментально в точке распада по данным гепартамента здравоохранения сша радон 2 по частоте после курения фактор вызывающий рак легких он является 6 по частоте причиной смерти от рака в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше чем в воде поэтому мощным радиопротектором препятствующим накуплению радионуклидов и выводящих из организма являются перепелиные яйца активным веществом содержащимся в них является метионин он способствует восстановлению клеток после радиации также метионин встречается в морской рыбе мясе молоке зерновой и спаржевой фасоли первыми обнаружили полезные свойства данного продукта японские ученые которые незамедлительно принялись искать список препаратов и продуктов которые способствуют адсорбировать и выводить из организма скопившиеся радионуклиды это произошло после сброса атомной бомбы на хиросиму и нагасаки 6 августа 1945 году сегодня в момент выхода этого видео исполнилось ровно 74 года судня судьбоносной катастрофы которая унесла сотни тысяч жизней после катастрофы японские специалисты использовали яйца перепелов для лечения людей страдающих лучевой болезни в сравнении с яйцами курицы перепелиные содержат в своем составе примерно в пять раз больше полезных компонентов именно большое содержание в них витаминов и аминокислот позволяет использовать продукт в лечении различных заболеваний японцы настолько сильно любят и ценят этот продукт что у них на законодательном уровне закреплена необходимость ежедневного включения перепелиных яиц в рацион многие люди не до конца понимают и недооценивают полезные свойства перепелиных яиц по причине незнания и недостатка информации уровень культуры пропаганды и популяризации приема перепелиных яиц в пищу в качестве здоровья в наших странах остается очень низкой поэтому по возможности покажите это видео своим близким и знакомым чтобы больше людей поверили в целебные свойства данного продукта и были здоровы ну а на этом все ребята если видео вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был алексей василенко пока а а а а а а а Продолжение следует...